Доброе утро, друзья! Литературно-кулинарный альманах «Смак» в эфире Первого канала в редакции детских и юношеских программ Центрального телевидения. У нас в гостях сегодня Владимир Владимирович Познер. Давно, Владимир Владимирович, мы вас ждали у нас. Это правда. Вообще мы давно вас ждали. Ваш редактор проявляет невероятное упорство. Вы знаете, она как в подборе гостей невероятное упорство, так и в выносе продуктов с кухни у нас. Одинаковое упорство проявляет наш редактор. Что мы, Владимир Владимирович, с вами, с нашим дорогим гостем, сегодня будем готовить? Хочу предложить два простых, но очень вкусно. Прошу вас. Одна закуска. Ну, естественно. Это креветки, но сделанные по-французски. Значит, вообще это такое французское у нас сегодня? Действительно. Значит, друзья. Да, картофельное пюре с чесноком по-французски. Значит, я хочу сказать... Объедение. Объедение. Многие так говорят в начале нашей программы. Но я вас уверяю, я отвечаю за свои слова. Да, и вы знаете, друзья, я хочу сказать, что сегодня исторический момент. Впервые этнический француз будет готовить сегодня французское блюдо на нашей кухне. Вы? Да. Вы месье. Вы месье. Ну, я не знаю, какая очередность, как вы хотите. Давайте, для начала, хотел бы предложить вам почистить картошку. Ну, это вообще с дорогой душой. У вас есть чем чистить? Вы знаете, мы привыкли здесь идти в ногу со временем, у нас все-таки чистилки. Но, может быть, вы предпочитаете нож? Нет, нет. Я очень люблю идти в ногу со временем. Ну, это же просто очень удобно. Это элементарно. А вы мне не дадите? А вот она перед вами, Владимир Владимирович. А, их две. Да, их две, Владимир Владимирович. Вы колоссально. У нас, Владимир Владимирович, могу ли я утверждать, что ваша любимая кухня – это кухня французская? Смело. Да? Да. А объясните, пожалуйста, людям, живущим за полярным кругом в других частях нашей страны, чем французская кухня, вот три отличия французской кухни от всех остальных, я не знаю, или почему она нравится. Вот такой вот вопрос поставили. Прибрук. Значит, это отличает зрителям, живущим за полярным кругом и в других частях нашей с вами страны. Да. Она отличается тем, что она, первое отличие, что она вкусная. Второе, что она очень вкусная. Так, это… И в-третьих, что она самая вкусная. Самая вкусная. Знаете, на самом деле, говорит так, в Франции кулинария – это искусство. Так. Еда – это не просто набить желудок, это получить эстетическое и культурное удовольствие. Я не преувеличиваю. За 20 минут перекусить нет. За столом надо посидеть, поговорить. А вы много путешествовали по России? Да. Очень много. Некоторые, я знаю, вот некоторые ваши недоброжелатели, а у вас много недоброжелателей. Ох, еще сколько. Вот ваши недоброжелатели говорят, ну, конечно, поздно. Американец. Американец. Почему-то? Никто не говорит француз, почему-то. Потому что… Это американец. Это еще более обидно. Вы думаете? Да. Лягушатник, нет? Ну, понимаете, все говорят американец, все говорят француз, но думают-то все евреи, понимаете? Поэтому здесь ситуация-то какая. Так вот, я хотел спросить. Вот вы расскажите, вы же, на самом деле, поездили по стране. Очень много. Очень много, да. И вот вы самая восточная точка, в которой вы были, расскажите. Владивосток. В Владивостоке вы бывали, да? Да. А вот тогда расскажите, Владимир Ильич, поскольку про Францию понятно, многие видели фильм «Тур де Франц», многие знают ваши… Так, минуточку. Достаточно, да? Килограмм. Нам нужен килограмм. Да, приблизительно. Вот это тоже одна очень важная особенность француз. Ну, если вы собираетесь готовить на примерно шесть человек, французская кухня требует меры и очень точные меры. На четыре части. И на четыре части, да. Так, ну что вы хотели спросить? Так вот я хотел спросить, поскольку все понимают, что ваше там предстрастие французская идея, расскажите, а что из русской кухни вам нравится? И что… Пельмени. Пельмени. Обожаю пельмени. Обожаю. Значит, друзья, я могу… Я когда-то, из свидетелей молодости, съел за один присест 300 пельмени. Да, 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 да. 300 пельмени. Я и сейчас могу съесть 100, совершенно точно. Слушайте, но… Без всяких нет. Павел Иванович, простите, но куда это все уходит? Вы стройный человек, вы занимаетесь спортом. Вот именно поэтому я и могу. Да, но как можно заниматься спортом, когда в тебе 300 сидит? В это время нет. А вот 300 пельменей. Да, да, да. Прошу вас еще, вот она. Вы знаете, да, это я очень люблю. Вы знаете, поначалу я не любил вообще почти ничего из русской кухни. Я же не говорю, но вот были вещи, например, студень, которые вот так дрожили. Мясная панакотта, назовем его так. А потом полюбил просто… Студень фантастический. Ну как? А с хренчиком? А потом все супы, вот солянка сборная, мясная, рыбная, щи. Борщ? Борщ – это украинский. Извините. А борщ с колбасой – это русская. Так что нет, я потом полюбил. Свекольнички, окрошечки, вот эти вот все. Ой, окрошка. А слушайте, из супа, ну как называется, это жжется, если ударится. Из крапивы? Да, крапивный суп. Ох, какой вкусный. Ой, молодая крапива, отварные яйца туда, сметана, ну объедение. И щавеля супы. И щавеля. То есть вы это все любите, да? Обожаю. В общем, не широкий вкус. Да вы вообще да, и обратите внимание. Не только в отношении супа. Да, вы вообще говорите, и выпить можете. И да, очень даже. И здесь трехстами не ограничивается, Владимир Владимирович. Ну как когда? А кстати, ну вы все-таки, конечно, вот если русская же кухня предполагает русский алкоголь, то есть водка, наливки. Очень люблю водку. Наливки. Водку люблю. Вот вы первый человек, кто так заявляет об этом. Ну что, что здесь холодно? Владимир Владимирович, вам с такой... Их пришел, там картошечка горячая, селедочка, огурчик. Их такие холодные, а ты выбил сразу, хоп, и баня уже затоплена. Это просто счастье. И стоит уже крестьянка, и волосы. Я не понимаю. Это вообще... Так, это вода для картошечки, вода вот здесь. И мы можем просто здесь много... А почему мы не можем сразу положить? Да? Тогда скажите... Потому что... Схватывается? И за счет этого снаружи чуть под... Вот, совершенно правильно. А сколько нужно? Своли. Тогда можно, знаете... Да. Вот так вот, да? Владимир Владимирович, ну вы же очень любите готовить. Я знаю. Обожаю. Я знаю, что вы очень любите. Я ел много раз то, что вы готовите. И это очень вкусно. Вот расскажите ваши гастрономические приоритеты, как человека, который готовит. Вот что вы больше всего любите готовить? Это трудно сказать. Я не умею готовить, знаете, вот то, что связано с тестом. Торты, вот это вот... А пирожочки? Не умею. То есть, и пельмени вы не умеете готовить? Нет, конечно. То есть, вы чужих пельменей 300 съели? Да. Да, да. Своих? Не умею. Не умеете. Значит, друзья, рассказываю, что шпинат, это мы для... Это как раз для провода. Это в самом конце. А вот это у нас что-то вода не может... Это туда чеснок поделить. Мы будем варить чеснок? Да. We, monsieur. We, monsieur, так и хочется сказать, да. Хорошо, тогда давайте я... И для этого надо вот что. Почистить чеснок. Надо его подготовить. То есть, просто его надо разделить на дольки. Чистить не надо. То есть, мы его... А сколько? Ну, три штучки, скажем. Три? Три целиком. Да, да. А, вот так вот много. Да, да, так много. И надо вот просто... Наберется, наверное, штук тридцать, может, таких дольек. И это тоже для пюре? Это именно для пюре. А вот интересное дело, да? Вот чеснок при термальной обработке, конечно, меняет совершенно... Совершенно меняет вкус. И не только. Владимир Владимирович, вы много путешествуете не только по России. Что самое странное вы ели? Я пытаюсь все в гастрономическую плоскость перейти. Самое странное? Странное. Могу сказать. Как это у Пушкина было написано? Трюфли. Ну, кто летел, летела и села. Все съела и вновь полетела. Саранча? Вот. Вы ели саранчу? Угу. Саранча ела... А что ела саранча в тот момент, когда вы ее ели? Она была уже мертвой. Вот тут у меня потехли слюнки. Мертвую саранчу. Нет, нет. Дело в том, что это китайцы. Знаете, есть на самом деле в мире две великие кухни. Французская и китайская. Значит, китайская заключается в том, чтобы вы не понимали, что у вас на тарелке. Вы не можете понять, что вы едите. Это принцип. Да. Французская... Вы думаете, что вы едите курицу, а вы едите на самом деле змею, например. Да, например. Ну, это хорошо. Или вы думаете, что вы едите змею? Сейчас она закипит. Просто это такая... Вы уж извините, Владимир Владимирович. Да нет, я, пожалуйста. Ну, пока лучше расскажите, какие у вас любимые инструменты, которыми вы пользуетесь на кухне? Я люблю ножи. Вы любите ножи? Да? Причем каждый нож имеет свое сугубое назначение. А вы привозите ножи из-за границ, когда вы приезжаете? Да. А скажите, а что вам говорят таможенники, когда вы носите? А я им не говорю. Вы им не говорите. Просто тогда вы уже в самолете достаете, показываете пилоту, да? Вот. И после этого... Тот я гляжу, вы бизнес-классы все время летаете, да? А велено эконом берет. А если не сажаете... А если не сажаете... И вам всегда двойной поршень. Я покажу, да? Вот так. Да, да. Все понятно. Так. И рядом с вами. Так. Значит, мы почистили чеснок для того, чтобы его варить. Две минуты. И мы потом вынимаем и снимаем шкуру вот так. Все снимается. Но это не только для того, чтобы шкуру так снять. Это прежде всего. Для того, чтобы легко чистился? Да. Друзья, вот вы, конечно... Друзья, значит, что у нас происходит? Владимир Познер. Первый раз мы не прячем шпаргалку, потому что шпаргалка к французскому блюду написана на английском языке. На секунду я, Владимир Владимирович, отойду. И я хотел бы сейчас объявить о том, что у нас будет реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, почему Молотов долгое время думал, что Риббентроп – это степень прожарки стейка. Ольга Николаевна, ну рано вам еще домой. А давайте сыграем в игру «Кто больше всех выпьет рябину на спирту» – Марсель Пруст, пленница. Дорогие друзья, с Маттопером Канале у нас в гостях сегодня большой специалист по Марселе Прусту. Это абсолютно, да. Да. Взяли и... Переложили, переложили. И две минуты. И включили хронометр, две минуты. Пошел у вас, да? Да, пошел. Тогда две минуты мы это делаем, а пока мы можем совершенно спокойно, кипит вода от картошечки. Да. Закидываем картошечку. Аккуратно, чтобы не это. Чтобы не это, конечно. А любимый Владимир Владимирович, ваше блюдо из детства. Ваша же мама готовила. Да, из детства муссо-шоколад. 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 Муссо-шоколадный муссо. Муссо-шоколадный муссо. Мама, бесподобно делала, так очень никогда никто и не делал. Ну, вы пытались повторить? Да, конечно. В принципе, готовить. Я делаю, не дурно, но, конечно, никак, мама. У нее была особая рука, конечно. Вообще, вот во Франции говорят, что тот, у которого все растет, что у него зеленые пальцы. Ну, вот все растения растут. Так вот, вот есть особая рука для кухни. Для кухни, да? У мамы была такая рука. То есть, кто прирожденный? Вот что-то вот такое, да. Дотрагивается до продукта, и продукт делает... А другие дотрагиваются. А если люди дотрагаются, продукт будет рукой, убери. И отойди отсюда. Да, значит, осталось нам 35 секунд. А я уже, смотрите, я прямо уже готов сварежки, и вот сюда прям побегу, сейчас солью быстро, и вот сюда мы переложим. Мы варим чеснок. Варим. Первый раз в жизни я это делаю. Ну, вот видите, всегда бывает что-то первое. Ну, надо чуть-чуть остыть, потому что очень горячо. А он очищается молния. Вот, вот так, легко очищается. Ну, даже вот руками. Ну, да. А правда, ну, мама же приехала в Советский Союз, не говоря, не словно... Вы можете поставить сковородку на огонь? А другими словами замолчать, да вы хотите? Хорошо. И положить туда грамм 60 сливкового масла. Так, сейчас, одну секундочку. Грамм 60, не меньше. Мне огонь совсем не сильный, совсем. Вы меня приучили. Так, посмотрите, мы взяли весь этот чеснок. Так. И его в сковородку. Вот даже вот в это растопленное маслице, да? Да, в это маслице. Ну, прямо его так дали. И мы его туда минут эдак на 20. Ух ты! Угу. Так, вот на таком небольшом огне. На очень небольшом огне. Либо на 20 минут, либо, если мы видим, что он начинает становиться такого коричневатого, золотистого цвета. Это нам не надо. Так. Ну, все. Вот мы его поставили и поставили. Так. Все. Молоко 250 грамм. Вот это мы сейчас отмерим легко. Значит, мы берем молоко. Там литр? Тут литр. Ну, у нас тут мы можем... Смотрите, вот она. Чесверть литра. У нас есть вот такие вот, вот такая вот штучка. Да, ну, это не ложка, все-таки. Все-таки, да. Значит, 250 граммов мока. 250 граммов мока. А вы когда готовите, вы прямо вот это отслеживаете, вот с химической вот этой вот, да? Да. С менделеевской вот с этой вот. Скурпулезностью. Так, хорошо. 250 граммов мока. Так, может быть, это и есть залог успеха? Вот смотрите. Ну, да, да, годится, годится, годится. Так. Да, нам надо молоко вскипятить, но это быстро произойдет, поэтому сейчас пока рано. Ну, давайте я перелью это тогда в кастрюльку уже, наверное, да? Да, да. Переливаю это в кастрюлочку. Так. Да, да. Мука. Что нам еще понадобится? Пока чеснок не будет готов, мы не можем... Мы не можем... Вот молоко и мука нам нужна. Да. Нужно нам? Картошечку. Еще нас готовы. Нет, наверное, еще. Чуть-чуть. А вы прямо можете понять по вот такому... Потому как входит нож. Потому как входит нож, вы можете понять, жив ли внутри картофеля маленький или нет. Да. Так, хорошо. Да. Друзья, тем временем, конечно, можно потихоньку с другой стороны начать делать... Креветки? Креветки? Подготавливать. Да. Давайте. Давай. Мы слили, пока была короткая пауза. Пускай живет. Мы ставим на маленький огонь молоко. Можно не на маленький, надо, чтобы молоко вскипело. Именно не нагрелось, а вскипело, да? Вскипело. И дальше у нас есть деревянная ложка, вы не знаете? Одну секундочку. Владимир Владимирович, прошу прощения. Да. Владимир Владимирович, все, что было деревянного на рынке... Подождите. Вот ложка, вот. Пожалуйста, прошу прощения. Вот. Так. Ну как? Никогда не употребляли, уже видно. Да, это видно, что было немножечко... Ну как вообще можно готовить, не употребляя деревянных ложек? Владимир Владимирович, мы здесь, мы дети 21 века, мы готовим пластиком, и в башках у нас пластик. Теперь отсыпьте мне грамм 40 муки. 40? Да, вот 40. Вот смотрите. Раз. Хватит. Нет, это 20. Давайте 40. И... 30, 40. Вот так. Вот так, вот, прошу вас. Так, все, благодарю. Владимир Владимирович, а вот когда первый раз попробовали деревянный? Ой. Еще, а, еще в Нью-Йорке, да? Я поздно пробовал то, что я раньше говорил. Пельмени. Мне было 20 лет, наверное. Понимаете? Водка. Водка нет. А, кстати, когда вы первый раз напились? В Германии. Я когда... В Германии это было. Я учился, я учился, меня определили учиться в школе средней при полевой почте какой-то... Это было для офицеров наших. При советской полевой почте, да? Да, при... Ну, полевой почте, да. Для тех, кто не успел из-за войны доучиться. То есть там учились люди, которые ушли на войну, находясь еще... Майоры, капитаны, там... Без образования. Плоть до старшин. Да. Ну вот, и был там старшина Ковалев, физист, такой, высокого росточика, ты крепыш. И они все были, они замечательные, они все... Знаете, я себя чувствовал очень чужим, я плохо совсем говорил по-русски. И они мне все время давали понять, что, мол, ты наш. Я никогда не забуду. В общем, короче, я как-то иду по Карл Схорсту, где был анклав советский. Идет мне навстречу, значит, Ковалев. Говорю, Володька, привет, пошли пообедаем. Пошли. Пришли в солдатскую столовую. И он взял пол-литра. Два граненых стакана. Да, два крутых яйца, черный хлеб, разлил аккуратно с мениском. И сказал, ну, будь. 250 сразу? И я. И потом он яйцо, яйцо, и говорит, ну ладно, мне на работу, пока. И пошел. И я на автопилоте. Слушайте, вы первый раз в жизни 250 граммов водки одним кладком. Да, да, ну он же сделал, я. Это был первый раз. Ну как? Ужас. Значит, смотрите. Значит, друзья, 20 минут чеснок, который был 2 минуты лежал в горячей воде, в кипящей. Пролежал в 60 граммах растопленного сливочного масла на маленьком огне. Правильно? Да. Сейчас. Вот прям так. Так. И размешивать. Размешивать, размешивать. Размешивать, пока не образуется нечто вроде пениска. Видите, как пенис? Да, да, да. Видите, да? Да. Ну вот. Какая-то химическая реакция началась. Да, как же. Мука и масло. Вы же между противов, Владимир Владимирович, по образованию, то все-таки вы точной наукой занимались. Вы же биолог? Биолог. Друзья, перед вами биолог. Между прочим, однокурсник. Я могу сказать, одногруппник даже, да? Николай Николаевич Дроздова. Однокурсник. Однокурсник. Он собирался быть ботаником, но его исключили из университета, потому что он плохо учился. Плохо учился, да? И стал зоологом? И стал, нет. И стал, он, по-моему, он пошел на географический факультет потом. Нас всех исключили, знаете. И вас исключили? Да. Ну, иди, а вас-то за что исключили? У меня был роман. У вас был роман? Бурный, да. Я вообще перестал учиться. А, ну и все, к чертовой матери, конечно. Да. И я проводил два экзамена из трех. А, то есть вас просто за... Подождите. Вас за неуспеваемость? Да. Вас? Я. Смотрите, на немецкие посмотрители. А потом нас призвали, да, вместе с Колей. Вы можете все представить, друзья? Да, нет, конечно, они не могут, потому что они не представляют себе, как это было. Друзья. Так, стоп, пить, я поймал. Молоко, слушайте, вы гениально поймали. Так, наливайте, пожалуйста, молоко потихонечку, вот сюда. Если вам не сразу все. Так, потихоньку, потихоньку, лейте, лейте. Лейте. Отлично. Да, отлично. Так, прекрасно, это нам нужно. Да. Так, солить чуть-чуть. Вот, сейчас мы чуть-чуть посолили. Так. Вот так. Перчик у нас есть? Перчик и, конечно, черный. Черный пока. Есть пять перцев. А белый есть? А вот белый с черным есть. Давайте, давайте. Вот белый с черным. Сюда его так. А чем, Владимир, расскажите, вот вы понимаете разницу, чем белый от черного отличается, кроме цвета. А вкус другой чуть-чуть. А вкус другой чуть-чуть, да? Да, да. Вот для пюре белый хорош. Да, да, черный порежче. Так, что еще? А вот теперь... Вот туда? Туда. Туда? Вместе с картофелем? Без. Без картофеля. Пока без. Да, подождите, я сейчас вам принесу. Мы это прямо вот здесь... Так, а шпинат нам не надо еще? Ну, нет. Еще пока не надо. Аккуратненько. И вот, друзья, и вот так вот мы это перекладываем. Значит, что здесь находится? Это мука, жареный в сливочном масле, слегка припученный чеснок, молоко горячее. Все это... Слушайте, а вот объясните, пожалуйста, то есть это же очень важно, не холодное молоко лить на эту сковородку, да? Боже упаси. Давайте мы закроем и... А на каком режиме, интересно, тоже делать? На самом таком. На самом, прям вообще самом? Да, да, так. А вот пюре есть режим. Вот, да, да, нет, пюре это для картошки, а тут дайте ему как следует... Бленд, бленд. Да, да. По-моему, все хорошо. Хорош. Все, наливаем обратно в сковородку. Давайте, на огонь, да? И на маленький огонь. Ой, какой запах. Ой-ой-ой. Сюда. Вот так вот мы ее немножко еще... Это, теперь так, взяли маслице. Маслице сливочное? Да. Слушайте, я прямо как... И дальше маленький фокус. Берем ножик, любой, и делаем такие маленькие... Штучки. Штучки. А для чего? А для того, чтобы пока это стоит... А огонь, может, поменьше сделать? Да, убирать вообще сейчас. А, все, убрал. Я все. Выключил. Чтобы не покрылась пленкой. Масла не даст. Вот так. Владимир Владимирович. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И вы знаете, что пюре в переводе с французского означает «детик». Кто взял дедушку на золотую авторучку? Говорит бездельникам серый кот. Мне, коту усатому, скоро год. Не попить без грамоты, не поесть. На портвейне номера не прочесть. Самуил Якович Маршак. Дорогие друзья, смак в саперном канале. У нас в гостях сегодня уникальный случай. Вот так неожиданно литературное наследие связалось с гостем. Перед вами, друзья, литературный секретарь Самуила Яковича Маршака Володя Познер. Вот так вы можете, поаплодируйте, пожалуйста. Да, да, да. Спасибо. Сколько лет, Владимир Владимирович? Два с половиной. Два с половиной года Владимир Владимирович Познер был литературным секретарем Маршака. Так, теперь картошку на эту, где была эта вещь? Вот она, вот сюда? Вот теперь, да. А можно, нужно мыть ее? Можно в этом. Можно в этом? Можно в этом. Прекрасно. Так. Тут есть режим пюре, поэтому я думаю, что может быть... Единственное, что я боюсь, что может быть за счет того, что у нас жидкости не так... Хотя посмотрим сейчас. Позвольте, как работает аппарат. Ставим пюре. По-моему, хорошо будет. Подождите, сейчас, подождите. Тут такое пюре, что прямо... Ого-го. Отлично. Ну, оно такое тягучее, тягучее будет. Да, оно должно быть такое жиденькое, да? Сюбить. Все, перекладываем? Да. Ну, знаете, я бы назвал это все... Я бы назвал это все, Владимир Владимирович. Давайте ее. Смелее, смелее. Вот такого. Да? Ассистенция, правильно? Исключительно. Это то, что доктор прописал. Ну, так. Вот так вот мы помешали это. Так. 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 Выключили огонь. Так. Маслица. Маслица сколько? Грамм 60 опять. Только не сразу. Его надо положить и кусками. Да, кусками набрасывать. Подожди, у вас. Да, да. Так. 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 Причем главное, чтобы вбивать масло не на огне. А почему? А потому что тогда оно равномерно распределится. А на огне оно сразу в одном месте. Растает? И все. И неправильно. Давайте, давайте. Так. Не стесняйтесь. Ну, как я стесняюсь, Владимир Владимирович. Такое нельзя сказать, чтобы диетическое блюдо. А вот как вы объясните, Владимир Владимирович, тот вопрос, который мы задавали с вами во Франции. Да, да. Почему едят все вот такое количество сливочного масла, а все французы тощие, как свиньи? АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, тощие. Нет, я отвечал, потому что французы едят всегда в одно и то же время. Они не перехватывают в течение дня. Они не едят на ночь, перед тем, как лечь спать. И самое главное, они едят только очень хорошие продукты. Качество продуктов. Качество продуктов имеет колоссальное значение. Ну вот, значит, вот смотрите, мы это с вами сделали. Теперь мы можем туда немножечко сольца. Так. Немножечко перца, ну, кто любит. Давайте, давайте. Давайте чуть-чуть вот так вот, да, белого. Да, вот так вот. Еще, еще. О, хорошо. Так. Так, отлично. Так. Теперь-то это сюдыть. Все равно, небольшая пленочка все равно чуть-чуть появилась. Чуть-чуть есть, да. Чуть-чуть есть. Ну, немного. Так. Переложили. Так, четыре столовых ложки сливок. Пожалуйста. Ох. Владимир Владимирович, ну как, ну как, слушайте, какие процентности? Есть питьевые 11 процентов, есть для соуса 23 процента. Ну, давайте питьевые. Питьевые. Да. Хорошо. Так. Четыре столовые ложки сливок. Владимир Владимирович, вот как вы так питаетесь всю жизнь? Два. Вы в такой форме? Да. И так себя при этом... Не спешите. Хватит три. Три. Три хорошо. Вот как это понятно ему стало. И шпинат. Шпинат. Так, теперь ставим... Шпинат. Шпинат. Сколько? Ну, давайте. Вот так, прямо с ножками. Вот так, давайте, вот так. Все. Закрываем? Да, закрываем. Так, петрушечки. Взяли. Прошу вас. Так. Посыпаем петрушкой. И крышечкой накрываем? И накрываем сейчас крышечкой, пока шпинат будет делаться. Ну, просто накрываем. Вот. Теперь нам нужна будет сковородка для этих людей. Для этих людей, правильно. Вы говорите, как малюта скуратор. Вот здесь. Так, накаливаем. Да, и туда пойдет масло. Мазло. Причем такое, масло сливочное. Так. На огне. На огне. Теперь берем наших друзей. И аккуратненько раскладываем их. По периметру. Почему? Заметьте, что это займет максимум 3 минуты. Владимир Владимирович. А не угодно ли? Угодно ли. Ее надо согреть. Сняли вот это. Так, шпинат сначала? Шпинат туда. Так. Прямо туда. Шпинат выкладываем. Да, да, прямо на дно. На дно. На дно выкладываем шпинатик. Да, вот я, вот я, да. Ой, запах прекрасный. Заливаем это все. Так. Вот. И вот так вот. А креветки переворачивать не надо? Надо. А я готов. И вот так вот это подается. У нас есть 2 минуты, чтобы это... Да, мы специально нагрели. Дайте мне вилочку. Да, вот смотрите. Вилочка. Я попрошу у вас, ваше разрешение, повторить рецепт. Понятно. Значит, отдельно варится чеснок. Потом этот чеснок чистится и обжаривается в сливочном масле 20 минут. Сливочное масло грамм 60. Грамм 60 сливочного масла. После чего... На маленьком совсем огонь. Грамм 40 муки. А туда 250 граммов кипяченого молока. Вот только вскипящего молока. Кипящего молока туда вливаем. Да. И... Соль, перец. Да. И после этого мы это измельчаем в блендере. Да. Выкладываем все это обратно на сковородочку. И сверху тоненьким слоем сливочного масла, чтобы не было пленочки. Да, да. В этот самый момент мы картошку пропускаем через блендер. Да. Картошку отдельно кладем на сковородку, уже пюре. Да. Туда добавляем сливочного масла. Постепенно добавляем, чтобы не размешивалось очень плавно. Да. И не на огне, а на горячей сковородке. А потом ставим на огонь, смешиваем это все вместе. Добавляем туда сливок где-то... Три-четыре. Столовых ложки сливок. Добавляем туда еще... Посыпаем петрушку. После этого на пароварке делаем шпинат. Ну, например. Выкладываем на дно шпинат. Заливаем это все пюре. В теплую тарелу. В теплую подогретую, по сути. Да. Ну, это, конечно, вещь. Владимир Владимирович, за вас. За то, что вы, несмотря на то, что у вас долгие годы от традиций оторвали французских, вы их, Владимир Владимирович, храните в своем сердце. За вас, Владимир Владимирович. Пью, как говорится... Ну. Попробуйте. Нет, давайте вы мне положите. Я там. Ну, это такая... Да. Ну, вот так. Вот, как раз шпинатик туда. Ну, а как же. Смотрите, больше Владимир Владимирович не положит, конечно, себе уже, потому что... Да дело в том, что это по-французски. Не кладут вот так сразу, вот. Потому что вкус важен. Понимаете? Нужно... Ну, так. Это уже... Амбрузия какая-то, Владимир. Ну, вот, собственно говоря. Подождите, Владимир Владимирович, собственно говоря, это только начало. Как? Специально для вас. Корзина от нашего спонсора ароматного цейлонского душистого чая. Акбар. Чай Акбар. Неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это то, чему мы у вас должны поучиться. Вы же чай любите, Владимир Владимирович? Обожаю. Вот. Это для вас. Но самое-то главное от нашего спонсора, Владимир Владимирович, при помощи чего вы сможете этот чай заваривать? Первый чайник Борг. Чайник от нашего спонсора, который сам заваривает чай. Друзья, наконец-то у нас сегодня в гостях был долгожданный Владимир Владимирович Познер. Давайте поаплодируем Владимиру Владимировичу. Я на секунду вас покину, сейчас я вернусь. У нас, друзья, короткая пауза, после которой мы вернемся уже в следующем нашем лимонахе. И вы узнаете, что пюре в переводе с немецкого означает «Мама, сегодня я выпил водки с русским солдатом». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok